а вот это ярко-зеленая это такая похожая на ткань издали как будто тканевая на самом деле она конечно это это полимерная салфетка под горячее такая достаточно большая вот 70 процентов пвх процентов синтетическое волокно вот я взяла не как салфетку под горячее опять таки как под посуду в общем часто я меняю коврики под посуду после того как мою чтоб посуда не скользила ставлю очень удобно и не тканевые а вот именно такие полимерные всякие коврики они гораздо лучше себя ведут если честно еще вам хотела вот такую штуку показать это я купила не фикс прайсе это мне попалась в ашане я в ашан вообще зашла по другому делу но я увидела это и не смогла пройти мимо это пластик пластиковая мисочка она так разбирается и там целая серия посуды с вот такими вот горохами и разных цветов есть оранжевые голубые в общем точно не помню мне просто не было времени я вот очень захотела взять хотя бы что-то одно и выбрала вот такую тип тарелку на ножке или вазочку вот информация делает россия вот ваза это называется ну пусть будет ваза вот такой хотела показать наводку и почему я показываю в этом видео потому что мне кажется это был бы хороший товар для фикс прайса потому что я ваша не купила за 100 рублей но мне кажется ей красная цена рублей 50 все-таки это пластик такой не самого крутого качества расходные материалы фольга и пищевая пленка постоянно на кухне нужны прям постоянно постоянно пользуюсь еще расходный материал вот такие губки мне именно такие нравится больше всего посуду мыть перчатки резиновые мне нужны были и привлек меня ароматизатор я не знаю как это работает еще не пока не открывала с ароматом розы взяла и там был еще какой-то аромат и просто давно их покупала вот сзади размерная сетка откуда у них должно пахнуть розы наверно от пальчиков этих в общем не знаю интересно конечно купила силиконовые шнурки как только они появились он когда же это было еще наверно в апреле было если честно купила их тогда очень классно будет накиды натянуть я такая взрослая тетя но вот люблю я всякую такую детскую фигню меня на меня на душу греет немножко я взяла макулатуры для своих племяшек раскраска со стикерами меня конечно смущает вот это моя первая раскраска со стикерами я не думаю что у них прям первая это раскраска со стикерами но по себе помню детям это интересно любом случае раскраски всякие тем более здесь достаточно много сюжетов достаточно много страниц в самом деле есть стикеры вот здесь как вкладыш вот здесь как вкладыш есть стикеры и на страницах есть местечки куда их прикреплять ну и вроде как информационная составляющая здесь тоже должна быть какая-то правило безопасности ну посмотрим и взяла им две раскраски риску рисуем по точкам очень интересная штука честно я мне кажется я и старших классах школы любила вот эти всякие рисования по точкам вот я взяла два разных два разных наборчика и вот здесь крупные рисунки как мне кажется совсем не сложно даже младшему школьному возрасту и вы наверное дошкольникам если с родителями на с кем-то из старших мне кажется да интересно всякое всячины тут вот два таких разных альбома и чем раскрашивать тоже такие восковые мелкие шесть цветов они стоили меньше чем 50 рублей перламутровые восковые мелкие очень интересные кстати я уже подумала что почему я себе такие не взяла для своей раскраски потом набор цветных карандашей 18 штук просто классические цветные карандаши на всякий случай набор фломастеров конечно же у них наверняка есть и карандаши фломастеры все на свете но мало ли что и я не помню я показывала в каких-то покупках или нет из фикс прайса если показывала уже то извините просто мне кажется что не показывала это достойно внимания в общем вот такой сундучок маленький очередной в общем органайзер для рукоделия открывается он вот так просто я сейчас и уже пользуюсь мне здесь удобно хранить бисер в пакетиках я сейчас вышиваю бисером и здесь есть вот такая вот вставочка которая если здесь не мешали пакетики можно было бы вставить сюда это был бы двухэтажный органайзер то есть нижнее основное отделение и верхнее вот это маленькое для каких-то мелочей но так как у меня здесь сейчас как-то пока расположился бисер сами понимаете это штучки мелкие хоть они в пакетиках но пакетики открытые мне не хочется рисковать здесь у меня мононить еще в этом контейнере там есть нитевдеватель и по-моему одна иголка должна быть и вот так вот я храню этот бисер и мне пока удобно конечно здесь не только бисер можно хранить в принципе мне кажется это удобный и вместительный контейнер для рукоделия еще вот такую вещь купила не знаю обоснована ли это покупка ты такой тоже маленький же контейнер вот увидите моя рука и он такой малютка там обычные швейные нитки там есть сантиметровая лента там есть кнопки там есть это вот диск это набор игол да вот в кружочке вот это называется набор для шитья и все это в одной такой маленькой коробочки не так здесь много тоже очень мне кажется пригодится вот что почему-то мне захотелось его взять и теперь наступило время съедобной части даже пришлось убрать всю несъедобную часть не подумайте это не от великой жадности и столько набрала это было реально за много раз и в апреле я была и в мае так сок перед вами стоит сады придонья время от времени не покупаю этот сок и вот либо яблоко груши либо там еще какой-то один не помню тоже с мякотью вкусненько нормальная цена адекватная стала часто покупать там чай т.с. это банан в общем черный чай банан и клубника здесь черный чай лимонная цедра и макадамия здесь черный чай лайм и малина и жасмин жасминовый зеленый чай от литтон я люблю ароматизированный чай и я люблю черный чай да и зеленый в принципе тоже люблю особенно если в нем есть какой-то ароматизатор поэтому с удовольствием набираю всяких разных и вот мы их пьем одно время пропадали вот эти протертые плоды с сахаром от фирмы ассортель которые все так любят и вот они снова появились немножко видоизменились баночки они стали чуть более такие низенькие широкие но мне кажется объем прежний остался и появился новый вкус лимон протертый с сахаром то есть до этого были другие плоды разные ягоды и фрукты теперь появился еще и лимон я конечно же не удержалась купила потому что до этого мне все нравилось попробовала лимон лимон к сожалению мне не понравился вообще у всех этих почему мы их любим эти плоды протертые с сахаром от ассортель потому что у них хороший состав и хороший вкус при этом но именно вот у этого лимона вкус аптечный вот мне лично аптека его прям явно отдает поэтому я его есть не могу немножко огорчившись я вскрыла сразу же абрикос протертый с сахаром который у них и раньше был но все нормально абрикос у абрикоса нет такого аптечного привкуса поэтому либо это именно у лимона такой вкус либо просто лимоновая партия какая-то неправильная неудачная попал скажите пожалуйста кто брал ассортель лимон протертый с сахаром как вам показалось нет ли аптечного привкуса в любом случае абрикос нормальный и я буду продолжать брать эту серию еще что касается таких джемчиков вот такое взяла абрикосовые в ведерке это было в тот раз когда я пришла и не было вот этих ассортелей вот и было вот такое в ведерке я решила взять ведерко но даже еще и ни разу не вскрыли его поэтому не знаю какой он нормальный или нет вот такой чаба манго сок манго с мякотью взяла и вот именно манго не пробовала а до этого брала гуаву по моему по моему гуава с мякотью очень вкусненький мне понравился единственное сладкий конечно и это такое нечто среднее между едой и питьем когда просто хочется напиться воды то это конечно не вариант потому что сладкий прям сладкий как плоды манго не знаю еще раз скажу но вот гуава сладкий манго тоже попробую потом вот такое печенье взяла семья слободка сахар не знаю мне кажется что мы его еще не брали посмотрим будет ли если оно будет вкусное то еще буду брать вот эту вреднятину я брала и не раз это пчелка конфетки желейные мне очень нравится я стараюсь их класть подальше и когда уже совсем прям сильно хочется сладкого тогда только достаю так чтобы не сжирать все сразу ну вот беру периодически как жвачная корова не могу пройти мимо жвачки и беру постоянно что-то такое вот в больших упаковках потому что в основном жую дома и вот такую вещь взяла это не самая здоровая еда потому что у них ну это долгоиграющие такие лепешки в пачках у них большой срок хранения стало быть соответственно в них не только как в свежем лаваше ингредиенты но взяла вот это потому что мне понравилось это маленькие такие лепешечки они тонкие и маленькие и я думаю сделать какой-нибудь типа тако такие закусочки но иногда можно я думаю себя побаловать может быть рыбная так увидела недавно рецепт очень заинтересовал вроде бы это все наконец таки вот такие у меня были покупки за пару месяцев надеюсь вам было интересно вы что-то для себя полезное подчеркнули всем спасибо за внимание пока пока